Железнодорожная блокада на Донбассе продолжается. Среди радикалов по-прежнему распространяются слухи, что их собираются разогнать силой. Больше расскажет наш корреспондент Олег Решетняк. Он с нами на прямой связи из Донецкой области. Олег, приветствую. Что сегодня происходило на блокпостах участников блокады? Добрый вечер, Алексей. Блокада продолжается. На всех редутах сегодня более-менее спокойно. Новых столкновений не было. Правда, среди самих блокадников действительно активно ходят слухи о том, что возможен силовой разгон. А столкновения, происходившие ранее, это сами радикалы называют провокациями правоохранителей. На третьем редуте на днях была попытка тетушек завозят. Ну, менты завозят же сами. Господи, все это знают, что это заявление тетушки. Нам вчера информацию скидывали. Часть у нас в гвардии поднимали по тревоге и разгонять нас. Вроде бы вчера выехала. Была такая информация. Ну, не приехали. Сегодня мы побывали на самом дальнем блокпосте, так называемом редуте Богдан. Это село Горское. Это луганское направление. Там же установлен один из четырех автомобильных блокпостов. Но, как говорят блокадники, его пришлось свернуть из-за обстрелов. И теперь здесь перекрыт только железнодорожный путь. Рядом возле нас примерно, ну, тут, я не знаю, 200-300 метров редут стоял автомобильный редут по блокированию дороги. Ну, был обстрел. Просто сняли, чтобы не подбирать жизни тех, кто блокирует опасности. А вот из оккупации новостей поступает значительно больше. Сегодня ночью так называемый совет министров ДНР обнародовал список украинских предприятий, на которых появилась так называемая временная администрация. Кроме больших заводов и финучреждений, в перечень вошел и стадион «Донбасс-Арена». Более того, на оккупированной части Донбасса прекратили работу мобильные операторы «Лайфселл» и «Тримоп». Среди населения панические слухи, что в ближайшее время отключат и «Водофон» последнего украинского оператора, обеспечивающего работу на неподконтрольных территориях. В самой же компании нас заверили, если отключение связи и произойдет, то не по их вине. При этом, как рассказал представитель мобильного оператора, своего офиса в оккупированном регионе у них нет, и обслуживать вышки связи попросту некому. Они функционируют в автономном режиме. Вот, кстати, хотел сказать, сегодня министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш заявил, что собственники украинских предприятий, на которых боевики ввели так называемое «своё управление», могут обращаться в суды с исками против России. При этом чиновник сослался на опыт Приднестровского и Карабахского конфликтов. Цитирую, там масса выигранных дел, в которых используется термин «эффективный контроль». Ну вот также Черныш отметил, что все контакты украинской стороны с предприятиями, захваченными боевиками, будут прекращены, ведь они сейчас находятся вне правового поля Украины. Алексей, это, пожалуй, все новости на сегодня из Донбасса. Мы продолжаем следить за блокадой и её последствиями. Студия. Ну, последствия этой блокады вопрос очень сложный, конечно. Спасибо тебе, Олег, за работу. О последствиях блокады на Донбассе для всех украинцев, что она может изменить, мы поговорим сегодня обязательно в эфире «Чёрного зеркала». Будем узнавать у премьер-министра Владимира Гройсмана, который обязательно будет гостем нашей программы, о том, к чему, возможно, стоит уже готовиться нам с вами из-за затянувшейся блокады железнодорожных путей на Востоке.